Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Домашняя Чехсмарина. Я снова выхожу к вам в эфир со своими советами для женщин, которым возраст плюс. Не удивляйтесь, я достаточно взрослая женщина, мне 50 и плюс. И по состоянию здоровья на протяжении 10 месяцев я была вынуждена отказаться от всех косметических средств промышленного производства. От кремов, лосьонов, от тоников. В связи с тем, что у меня склонность к аллергии, склонность к отекам, у меня есть пигментация, у меня есть висмушки. И я пришла к мнению такому, что нужно что-то менять. И в связи с тем, что я отношусь всё-таки к себе к такому типу, как проблемная кожа, сегодня я хочу пригласить к экрану всех женщин, у которых есть особенности кожного покрова. Это и пигментация, это кожа, которая усталая, вялая, которая имеет множество мелких морщин, которая потеряла контур, овал лица. И очень важно обратить внимание женщин, у которых есть так называемая капиллярная сетка, или просто ваше лицо очень быстро краснеет при волнении, или при определенных физиологических изменениях в организме. Если вы обладательница таких капилляров, которые очень близко к поверхности кожи располагаются, дорогие мои женщины, я обращаю ваше внимание, что будьте очень-очень осторожны со всеми рецептами натурального даже ухода за собой, которые вы найдёте на просторах интернета. Вам ни в коем случае нельзя доверительно относиться ко всему, что вы видите. Лифтинги, пилинги, кислоты, даже то, что я вам советую, янтарная кислота, это всё может вызывать у вас проблемы с кровообращением, с сосудами, у вас лицо может покраснеть и вызвать даже воспаление. Поэтому будьте очень осторожны, деликатны. Такая же проблема может быть и у женщин, которые имеют так называемый подкожный клещ. У вас любое раздражение кожи может вызывать обострение вашего заболевания, не побоюсь этого слова сказать. Будьте очень аккуратны со всеми рецептами, которые вы встретите, не экспериментируйте. Пожалуйста, потому что ваше лицо это не место для экспериментов. Сегодня я хочу обратить внимание, дорогие мои женщины возраста плюс, или женщины со знаком плюс, на масло, которое я купила в аптеке, называется миндальное. Вы знаете, в разряде моих масел их у меня не очень много. Это репейное, это у меня льяное масло, касторовое масло, у меня масло персиковых косточек, у меня кокосовое масло. Но я вам хочу сказать, что миндальное масло у меня заняло буквально первое место в моём арсенале. Прежде всего, это масло предназначено для тех, как я сказала, у кого капилляры очень близко на лице. Миндальное масло смягчает ваше состояние, уменьшает красноту. Это очень-очень важно. Больше, наверное, одно из масел не даст вам такого результата. Миндальное масло это натуральный продукт, очень деликатное. Кожа становится бархатная, нежная. Как я вам сказала, если у вас усталость, если вы работаете много на открытом воздухе, если вы садовод, огородник, и вы много времени проводите на своём участке, такое деликатное, эксклюзивное масло миндальное. Мы знаем, что миндаль относится к очень ценным даже продуктам питания. Эти зёрнышки, они очень дорого стоят. Если вы сделаете скраб с миндальных косточек, вы получите, конечно, очень хороший пилинг для скраба. Масло миндальное вам очень хорошо увлажнит и смягчит кожу. Миндальное масло очень хорошо использовать и для волос, очень хорошо использовать для ногтей, практически для всего тела. И благоприятно при ожогах, солнечных ожогах, при термических ожогах, миндальное масло успокоит вашу кожу и поможет очень быстро восстановиться. И очень часто наши детки тоже могут страдать от солнечных ожогов, или вот где-то пальчиками за что-то схватился ребёнок. Вот это масло в вашем арсенале всегда будет вам как скорая помощь. Но сегодня видео, конечно, больше посвящено для женщин, которые имеют вот такую проблемную кожу. Это капилляры, сосуды, клещики могут быть, раздражение и увядание кожи. Я люблю все масла использовать в горячем виде. Вы можете накапать на ладошку и вот так вот хорошо растереть, и масло приобретёт более тёплую консистенцию. Очень хорошо его подогреть на водяной бане. Буквально если вы нальёте там пол чайной ложечки, разогреете на паровой бане. Или если вы пользуетесь СВЧ, небольшое количество миндального масла, прогрейте 30 секунд в микроволновке, и вот горячее масло нанесите на пальчики, и по косметическим линиям пройдитесь по лицу, по овалу лица, по шее и по зоне декольте. Результат действительно очень хороший. Кожа бархатная. Она начинает сиять, и действительно я удивляюсь, как я могла на протяжении 50 лет пользоваться таким огромным количеством кремов разного статуса финансового. И я никогда не могла почувствовать такого результата, как я за 10 месяцев почувствовала от использования натуральных масел. Конечно, крема, тоники, лосьоны имеют очень приятную парфюмную отдушку. Но вы можете использовать эфирные масла, которые вам подходят. Но обращаю внимание, очень осторожно, деликатно, потому что очень многие вызывают аллергии. Я пользуюсь пока только лавандовым маслом, эфирным. Буквально одну-две капельку на любой состав масла, которое я даже компоную, лицо успокаивается, снимается воспаление, раздражение, приходит умиротворение от лаванды, наступает очень спокойный, глубокий сон. И действительно, посмотрев мое видео о биоритмах кожи женщины на моем канале, вы даже узнаете время, когда вам делают косметические процедуры, и вы получите не только пользу, но еще и удовольствие, используя такие натуральные средства. Дорогие мои зрители, зрительницы, не судите меня очень строго. Я, конечно, не идеал красоты, далеко-далеко не идеал. И я вышла в эфир для вас только для того, чтобы помочь вам и вашему здоровью. В возрасте женщина плюс, ну, обратить внимание на себя немножечко по-другому. И не только с точки зрения экономии, финанса в вашей семье. Действительно, все эти средства очень-очень дешевые, поверьте мне. В аптеке вот масло, например, миндальное или персиковые косточки, оно стоит практически 1 доллар. Я думаю, что мы даже крем не всегда можем купить за самый дешевый, самый бюджетный. А вот такая бутылочка, купив я их несколько, вы можете обеспечить себя не только на полгода, а может быть даже и на год. Если вы скомпонуете вот такие вот масла, это действительно будет результат превосходный. Но самое главное, что ваш организм не будет получать химических всех средств, токсинов, которые так окружают нас в этом мире. Вот такое небольшое видео я для вас сняла о миндальном масле. В моём арсенале это масло номер один. Хотя все масла я очень люблю и я вам очень советую. Обратите внимание на него, зайдите в аптеку, купите в самое ближайшее время. Даже просто одна бутылочка миндального масла у вас в арсенале, она принесёт вам очень-очень большую пользу. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте класс, если вам интересна тема ухода женщины зрелой возраста. Я буду продолжать снимать видео, которые предназначены для нашего возраста. Но прежде всего это органический, природный уход за собой.